Музыка У нас следующие идут еврейские живописцы и представлены они в количестве, я так понимаю, пяти человек Да, значит я взял на себя смелость из массы талантливейших еврейских живописцев выбрать великолепную семерку, как я их назвал В которую вошли первые два, это Левитан и Шагал, которые уже вошли в отдельный альбом А всех остальных, пятерых, я включил в этот альбом, обложку которого вы видите Причем все они объединены одним интересным событием Они все евреи и многие люди в мире даже не знали, что эти художники по рождению евреи, по происхождению Это Камиль Писара, это Амадео Магильяне, это Роберт Фальк, это Диего Ривера, что многие удивляются И это Хаим Сутин Хаим мы не сомневаемся Да Пожалуйста, значит, поскольку их пять, я, чтобы сэкономить ваше время Потому что познакомиться с этим можно по книгам, по альбомам Я зачитаю вам по одному стихотворению, по одному, по два, которые, значит, меня, так сказать Которым я проникся особым уважением Секундочку, мне можно включать шестой? Поехали Итак, у нас первый идет Камиль Камиль Писара, Бульвар Мануартр, Ночной эффект Очень интересная картина, которой надо вглядеться, чтобы увидеть отдельный нюанс Париж, Always, Париж Париж всегда Париж Наверно, как и все, навязчиво твердишь, коль повидал его хотя бы раз Манить всегда он будет нас Чаруя обаянием старины, ее приметы здесь сохранены Загадочен Париж по вечерам и ночью, особенно в отсвете фонарей Он заблудится, словно прозит очень Средь узких улочек и зазывающих дверей Кофеин, лавочек и баров Иль Средьман Мартра в отражении Бульвара Одну секундочку, я сейчас сделаю 136 Мне просто интересно, или он не идет Не идет больше Наверное, для многих следующим Да, да, да Женщина, наверное, которая не оставляет безразличных Ее творчество, которое достаточно противоречиво Достаточно загадочно и даже на сегодняшний день Хотя вроде бы столько людей занимались исследованием ее жизни И Модельяне не устоял Судьбой загадочной, всевышним данной Поймав вибрацию души, кровоточащей раны Себя раскрыл для всех других нежданно Друг Амадео оказался рядом с санной Прозрение, чтобы отчаяния понять Замерить напряжение позы Мы лишь в загадках можем полагать Творца, что отвлекло от жизни прозы И поместила с поэтессой рядом В лучах ее чарующего взгляда Постиг могущество, ахматывая влияние Став жертвой волшебства невиданных стихов Как музыки внимал в любимом признании Мелодиям певучих нежных слов Это черно-белое изображение? Да И такое лаконичное Да, но такое содержание Следующее нам, пожалуйста Роберт Фальк Да, Роберт Фальк У него есть эта удивительная картина Я с него начал, собственно, подборку Фалька Это «Красная мебель» Казалось бы, что можно сказать, глядя на эту картину Я долго, откровенно говоря, мучился Придумывая легенду Которую можно обыграть было бы в стихах Кажется, мне это удалось Ну, судить вам Цвета трактуем мы по воле живописца Сюжет понятен Мастер знал, к чему стремиться По цвете судят по понятной всем шкале Как ощутить контрасты цвета Коль им мерила в нашей жизни нету Хоть прожито уже немало лет Сюжет понять пытаемся с наскокло ощущением И видим мебель в непонятном нам движении Контраст цветов из красный, черный, белого чуть-чуть Не в силах описать слова бежуть Необъяснимого желания вникнуть в суть Той странной жизни, что была здесь ранее Не чувствуя грядущего заклания А мебель красная Мой замысел раскрыла Его не менее, а то же застыл Тут вообще, вы знаете, такое восприятие Что какие-то здания, горы разглядаются И вообще происходит какое-то землетрясение Землевращение Не, ну тут можно было и другие, так сказать, придумать легенды Но воображение начинает Ну подсказка нужна, правда ведь была какая-то Вы можете поспорить, это провокация Я же специально провоцирую на размышление Глобальное какое-то такое явление Я вызываю на дискуссию Вы можете сказать Да, что ты больной Что ты там написал Там совершенно Не, уникально, вообще красивые цветы Следующий Диегори Вера Да, Диегори Вера Тоже интересный сюжет И тоже надо было что-то придумать Ведь, ну что, написать река, мост, дом Дом, мост Это дом необычный Дом, мост Как в Венеции, да, так в городе? Дом, мост Угрюн и мрачноват Враждебен он на первый взгляд Так тянет, внутрь попав, прильнуть к окну И словно в зеркале увидеть отражение Пусть только на минуточку одну В воде домов и облаков движения Испослано всевышним нам везение Постичь три измерения в один прием По-божьему и щучьему велению Эффекту зрить, не разбираясь даже Три измерения, да? Вот небо, вода и земля, да? Так, пожалуйста, следующее Так, следующее идет Хаим Сутин Хаим Значит, удивительная тоже картина Которую вообще было даже трудно В ней подступиться Радуга Мы, конечно, воспринимаем радугу Но разглядеть здесь радугу Только в верхней части картины И то она довольно условно Вот она, вот, вот Да Ну и вот что я вам предлагаю Увидеть многоцветия радуги сумел Я поднапрягший глаз до боли Художник видений сюжета явно смел И не страдает от безволия Я вижу в радуге лишь красный, желтый Зелени проблески Четыре цвета унесла с собой гроза Москву мне устрашивается Мастер дерзких Наверное, тоже щурит он глаза Возник вопрос Знал о подсказке Хаим Про радуге цвета Ей обучали в школе Пейзаж мы видим Не созвучен раю Но радуга влечет Как зритель я доволен Итак, мы закончили Великих еврейских живописцев А теперь мое новое открытие Сальвадора Дали Который, оказывается В 70-х годах Покинул Америку У него был такой Резкий прижог Вообще От разных стилей, которыми он пользовался В реализм И вообще Непонятное Непонятное Как бы Перевоплощение того, что он видел Передачу В основном своих мыслей Цветом и формой Без 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 Ну это Да, да И поэтому Значит Я раскопал И это было опубликовано У Берковича В его Семей искусствах Как бы Мое открытие Несколько Что он в эти годы Трежды посещал Израиль И посвятил Три цикла своих картин Израильской жизни Жизни израильтян И поэтому я не мог Не отразить это Я включил эти три цикла Этих его картин Подлинники И хранятся только в одном месте В Израильском музее искусств В Иерусалиме И я выбрал Несколько картин Чтобы вы получили представление В этих циклах Позывается О еврейской жизни Сальватор Дали О еврейской жизни Да Можно нажать Да Пожалуйста Поднять Если можно Сейчас я его чуть-чуть уменьшу Да, его надо уменьшить до пяти До пяти Если, пожалуйста Вот так тут все будет Так что Это с трудом Мне удалось Написать это По-русски Еще труднее было перевести Потому что Единственное Чем я руководствовался Это названием Картины Которая была написана На древнееврейском языке И переведена на бритиш Довольно своеобразной Бритиш Наверное Тоже еврейским переводчиком Потому что По сути Даже само название Расшифровать И понять Какой смысл Там заложен Было очень сложно Поэтому Вот это Первая картина Пожалуйста Да Да Конечно Так Вот Вот у нас Сальвадор Видно Да Называется Алия Алия Да Возрождение Израиля Кто горд Что он Рожден Евреем Кто Честь Еврейства Отстоять Сумеет Коль Надо Кто Не устрашится Смерти И Готов Взглянуть В глаза Он Юн Горяч И мне Поверьте Вперед Стремясь Не отвернет Назад Сумев Проникнуться Порывом Героизма Зали Насытил Образ Юноши И Знамени Рагизма Следующий Пожалуйста Он Использовал Распуштин И его Жизнь Коечный Элемент Его Жизни Вот эта картина Очень интересная Ее название В переводе Я Уподобил Тебя Возлюбленная Моя В упряжке Лошадей Колесницы Фараона Ну что Можно Так сказать Как можно Прокомментировать Эту картину Ну вот Не удалось Таким образом Эту легенду Обыграть Как Совершенно Кобылица Дивное Творение Есть И у женщины Так много От рождения Что Их Роднит В движениях В настроениях И что Достойно Поклонения Так Необычны Два Творения Природы Что В совпадениях Невольно Ищешь Коды Заметна Скожесть В брациозности Созданий Как Вы Вы Хоть Я Иду То есть Вы А я Хоть Иду Да Я пойду Еще бы Знать Куда Где Не настигнет Каждого Беда Где Люди Ждут Любви И счастья Где Не бушуют Злобы Страсти Где Слышен Мирный Разговор Или О судьбе Грядущий Спор Вот то что я Еще Возможным Расскажем А что здесь Изображено А вот это Вот и надо было Придумать Легенда А вот это Товарищи Думаете Вот там Туфель Я исходил Из названия А вот Сверху С левой стороны Птица Сожрать А вот Вот Это Птица А это Кроме Всего Это Когда 40 лет Они Ходили Где Евреи Глупые Разведчики Обманули Боялись Вступить Вот эту Картину Может А тут Еще Одна Как бы Стица Тоже Ну там Система Вообще Ну тут Многообразно И трактовать Можно Как угодно Поэтому Придумать Легенду Было Не так Просто Ну и Наконец Последняя Художница Покажите Пожалуйста Это Так сказать Случайно Случайно Приговорен Я был К написанию Этой Книги Это Дочка Моего Давнего Друга По Харькову С которым Мы вместе Работали Елена Капитульская Да Елена Капитульская Женщине Эта Дочка Ему Была 80 Лет 2 года Назад И Когда Она Решила Стать Живописцем Было 62 Года Это Поздняя Художница Которая Оказалась Довольно Одаренным Художником И Я Я Устоял Перед Напором Ее Папы Который Был Очень Тронут Ее Этим Порывом Ее Страстью Она Написала Много К этому Времени Картин Я Их Профильтровал И Отобрал 25 Картин Для Своего Альбома Из Которых Я Во-первых Я Тогда Зачитаю Что Я Написал Как Мое Обращение К читателям Это Мы Демонстрируем Три Пока Ее Да Да Ну Можно Заканчивать Я Просто Говорю Что Не Заканчиваем Конечно Я От автора Написал Так Она Возникла Как Виденье Кагини Необычной Чистоты Подобно Всем Своим Творениям Предстала Вдруг Из Густоты Очаровалась Страстью Простотой Особым Светом Струящимся Из Мягких Выражащих Глаз Мозков Слов Чувства Описать Поверьте Просто Нету Друг Понял Предо мной Талант Без Дураков Отлично Вот А теперь Покажем Покажем Три Ее Как Она Три Ее Картины Вот Вот Она На Обложке Довольно Симпатичная Женщина Вот Ну Меня Поразило Несколько Ее Картин Их Довольно Так Скать Много Я Отобрал 21 Картину Вам Покажу Всего Три Чтобы Не Мучить Вы Уже Устали Вот Это У меня Картина Первая Подними Немножко Пожалуйста Удивительно Розовые Калы Посмотрите Как Она Нет Поменьше Сделала Поменьше Уменьше Вся Картина Была Я Первый Раз Узнал Что Есть Розовые Калы Меньше Не могу Понять Еще В Происк До 100 75 50 75 Чтобы Есть Цветок Вот Вот Посмотрите На Розовые Калы Я Написал Так Цветы До Удивления Величавы И в Грациозности Им равных Нет Торжественны По Доброму Лукавы На Все Вопросы К Ним Готов Давно Ответ В Изгибах Стеблей Спрятана Интрига Смущаясь Калы Даже Розовеет При Встрече В Дробном Улыбнуться Мигом Они Ведь Калы Значит Все Умеют Так А теперь Еще Две Картины Одна Яблоки Цветок Нас Умножай Ну Ну Она Полностью Поместила Яблоки Вот Она Полностью Привычный Плод Шагнула Осень В каждый Дом Яблок Аромат Поведал Нам О том Антоновки Я запах Не забыл Она Растет В местах Рожден Где Был У Яблок Разных Прелести Свои Разнета Красник Сочность Слабость О чем О чем-то Важном Цвет Говорит Но Дарят Людям Яблоки Лишь Радость Вопрос Возник Отнюдь Не Радит Спора Кто Вел Скажите В обиход В условия Яблок Раздор А это Не Антоновка Как Яблок Я же Написал Ассоциация Да Запах Осенью Ну и Последняя Картина Лены Поселок Зимой Довольно Интересный У меня такой Поход Но Меньше Сделать Да Это Ста Да Вот так Не Греет Солнце День На Исходе Осел Снег Свежий На Пушистых Елях Погода К мыслям Тяжестным Подводит Что Делать Коль С задумкой Не Успели Зима Расслабила И Планы Поломала Как Будто Слабость Нашу Знала Что Снег Не Только Все Вокруг Заносит Но Нас Замедлить Бег По Жизни Просит Спасибо Браво Ну а теперь Если есть Вопрос Субтитры Субтитры Субтитры